Дорогие друзья, братья и сестры, Церковь Спасения, хочу сердечно поздравить вас всех с этой замечательной датой, с этим замечательным днем. 25 лет назад, 3 марта 1992 года, несколько семей, группа из 13 человек провели первое членское собрание по местной церкви. И вот сегодня мы, вспоминая это событие, хотим благодарить Господа, мы хотим радоваться. Сегодня для нас это наш Авен Езерк, который когда-то Самуил поставил и сказал, до сего места помог нам Господь. Мы хотим благодарить Господа и в этом собрании воздать Ему славу, воздать Ему хвалу, прославить Господа. И пусть Господь побудит каждого из нас, в разное время присоединившись к по местной церкви, вот в этом собрании помолиться Господу. И воздать Ему славу за все милости, за все благословения, которыми Он благословил нас за эти 25 лет. Давайте склонимся, попросим благословения на предстоящее служение. Господь наш, мы пред Тобою преклоняемся в этот воскресный день. Господи, мы благодарим Тебя за эти 25 лет, которые Ты благословлял по местную церковь. Мы благодарим Тебя за все милости, которыми Ты окружал нас. Мы благодарим Тебя за все благословения, которые Ты посылал нам. Мы благодарим Тебя за то, что за этот период времени Дух Твой Святой действовал в по местной церкви. И Ты хранил, помогал, благословлял, давал силу, давал рост. Поэтому, Господи, вот в этом дне, склоняясь перед Тобою, оглядываясь назад и видя, как любишь Ты нас, какой многомилостивый и человеколюбивый Ты, Господь. Как по Слову Твоему Ты создаешь церковь и хранишь, и врата ада не могут одолеть ее. И поэтому мы преклоняемся перед Тобой в это утро воскресного дня и желаем воздать Тебе хвалу и славу. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас в этом служении, наполни наши сердца этой благодарностью, и пусть все это служение будет хвалой Тебе. Благослови братьев, которые будут говорить Слово Твое, и Духом Твоим святым говори к сердцам нашим, чтобы мы, наполненные Словом Твоим, имели искреннее желание исполнить его, и чтобы Ты и дальше повел поместную церковь для славы Твоей, Господа и Спасителя нашего. Аминь. Давайте споем все вместе общим пением с оркестром несколько куплетов «Великий Бог, когда на мир смотрю я». Песня. Песня. Звучит 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 песня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 День Пятидесятницы! Добро пожаловать в наш канал! 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 Этот момент, последнее, что мы находим, они пришли в пустыню Кадес, и там они были 40 лет. Библия описывает первые три года, когда они вышли, когда они подошли к горе Синай, когда Бог дал закон, а потом Господь сказал, 40 лет вы будете там. И 40 лет они находились. Я не знаю, как они праздновали 25-летний юбилей исхода, но я не думаю, что и в тот момент у евреев было особо радостное юбилейное состояние. Писание говорит, помни путь, по которому вел тебя Господь. Евреи должны были вспоминать этот путь, и для них это не был радостный путь. Они должны были вспоминать то, что они неверно делали перед Богом, свои упущения, свои грехи, свой ропот, свою строптивость. Почему мы должны помнить путь? Мы должны помнить путь, оглядываясь, замечая наши ошибки, замечая то, что было сделано неправильно, неверно. За эти 25 лет, 5 лет я исполняю служение старшего пресвитера. Братья и сестры, хочу всех у вас попросить прощения. Если Моисей, кратчайший человек, и он согрешил пред Богом, и не вошел в землю обетованную, и он говорит эти слова, книга второзакония, это буквально перед входом туда, в землю, и он говорит народу эти слова, помни путь. Хочу попросить у вас прощения, братья и сестры, потому что, вспоминая этот путь, особенно эти 5 лет последние, сознаю, что виновен был многом, и сделал то, что должен был сделать, и если кого-то обидел, огорчил, прошу вас прощения. Передо мной были более достойные братья, они здесь. Данил Иванович будет делиться сегодня словом. Первый пресвитер по местной церкви. Сергей Петрович, который 13 лет был пресвитером по местной церкви. Нам нужно помнить путь. И вспоминая путь, нам нужно молиться и каяться перед Богом за то, что и мы были строптивы, за то, что и мы были неверны, за то, что и мы, и в том числе и я, не делали то, что должны были сделать. Но в этом тексте, который я прочитал, есть еще одна мысль. Помни путь, по которому вел тебя Господь. И когда мы прочитали эти слова, я вижу здесь три важные мысли. Господь вел, Господь смирял, Господь учил, и написано, Господь ведет тебя в добрую страну. И за эти 25 лет мы должны вспомнить эти моменты, когда Господь вел по местной церкви. Он делал это, чтобы смирить каждого из нас. Возможно, были моменты голода, но и была манна. И Господь учил, чтобы мы смирились перед Господом, чтобы мы Его признали Богом. Он учил каждого из нас. И для нас большое благословение. Мы знаем, Он ведет нас в добрую страну. Это добрая страна, это небо, это вечность. И Господь уже 25 лет ведет по местную церковь в эту добрую страну. И последнее, что я вижу здесь, Он назван Господь, Бог Твой. Сколько чудес Бог сотворил там, в этой пустыне. Сколько милостей народ видел от Господа. Сколько чудес было в поместной церкви за эти 25 лет. Эти 13 человек, которые собрались на первое членское собрание, я верю, что они молились. И сегодня, через 25 лет, 1050 членов по местной церкви. За эти 25 лет более 4000 собраний прошло. Более 12000 проповедей звучало. А сколько было молитв, сколько было рождений детей, бракосочетаний, сколько было радости в благословениях, когда люди приходили, каялись здесь. Это Господь, Бог Твой. Это Его сила. Это Его могущество. Это Его верное слово. Исполнение Его обетований. И поэтому и сегодня, когда мы собрались вот на это служение, я призываю, чтобы мы помолились Господу. Я призываю, чтобы мы воздали Ему благодарность. Он вел нас до этого момента. И у нас есть уверенность в Его слове. Как Он обещал, Он поведет нас дальше. Он создал церковь. И Он сказал, врата ада не одолеют ее. Он создал церковь спасения. И мы верим, что Он поможет нам. Он доведет нас в добрую страну, как Он обещал. Давайте склонимся перед Господом, воздадим Его славу. Аминь. Аминь. Ветры слова и мури скорбей, В школе мужества необходимы. Иисус, я сокрою себе, чтобы сделаться непобедимым. Бог со мной, и в этом секрет Моего упования и мира Я достигну духовных побед Под водительством Эммануила. Пусть идет против истины, брат, Гнать Христа нет постыднее роли, Но я твердо уверен, что ад Будет Эммануилом раскроемлен. Бог со мной, и в этом секрет Моего упования и мира Я достигну духовных побед Под водительством Эммануила. Окружен я отрядами зла, Но какой бы их ни было сила, Бог со мной, и в этом секрет На Голгофу любимого сына Бог со мной, и в этом секрет Моего упования и мира Я достигну духовных побед Под водительством Эммануила. Победил грех и смерть на кресте Полководец могучий и дивный Иисус, я сокроюсь тебе, Чтобы сделаться непобедимым. Я достигну духовных побед Под водительством Эммануила. Под водительством Эммануила. Я достигну духовных побед Я достигну духовных побед Под водительством Эммануила. Под водительством Эммануила. Дорогие мои друзья, всякий труд, Всякое дело, которое мы свершаем на земле, Мы делаем ради кого-то и ради чего-то. Есть некая побуждающая сила, Которая называется мотивация. Апостол Павел говорит, Все, что я делаю, я делаю только ради Евангелия. Мир этот стал, как тонущий корабль. Он не скользит уже по водной глади. Мы и возвещать спасение должны Погибшим лишь Евангелие ради. Не мастерством их привлекать Христу И не считать себя из славной знати Такой подход бесчестия несет. Но делать все Евангелие ради. Кружится над головою вороньё, Чтоб слову помешать о благодати. Взяв в руки меч, ступай в борьбу с грехом, Будь воином Евангелия ради. Немало было верных божьих слух, Борцов за истину священной рати. Не уступили ни на пять врагу, Отдали жизнь Евангелия ради. Когда мы труд свершаем средь людей, И давит до ноша непосильно сзади, Пусть ободрением будет на пути, Всё делаю Евангелие ради. Чтобы достойно эту жизнь прожить, Черпать сил нужно из небесной клади. Тогда напишут люди после нас, Он свет являл Евангелие ради. Аминь. Аминь. Хвала! 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 Хвала, Хвала, Христоси! Воспой! Воспой! Исмерим о счастье! Воспой! Христоси! Воспой! Христос поведен! Господи, 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 Хвала присущи, Господь, Господь, Весь мир он пролетит. Душа, душа, да славит Веселье полна. Душа, душа, да славит Веселье полна. Вово, отторестай, Вово, отторестай, Вово, отторестуй, Вово, отторестуй. ПЕСНЯ 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 я, говорит, благодарю Бога моего. Буквально недавно я посетил одну церковь американскую, там наши братья снимают рент, и они преобразили церковь, полностью ремонт сделали, и у них были лавочки раньше, вот такие, как у вас, а сейчас стулья стоят, ну, мне нравятся стулья, и я брат спрашивал, говорю, так удобный такой ремонт, хороший сделали, ты говоришь, знаешь, а та церковь разделилась, многие ушли из этой церкви, сказали, не то стало в церкви, потому что лавочки заменили на стулья. Вы знаете, так удивительно, верующие так вот могут относиться к зданию, как-то не воспринимать друг друга, поменявший какой-то интерьер в церкви. Апостол Павел говорит, я, говорит, желаю вам мира от Бога Отца нашего. То есть мира, это хороших отношений, дружеских таких отношений, и говорит, когда я знаю вашу церковь, я благодарю Бога, воспоминая о вас. Это правда, путь 25-летие, будет ли 50-летие. Это путь воспоминаний. Мы нашей маме праздновали, вот почти 90 лет, родственники съехались. Это дни воспоминания. Мы многие вещи вспоминаем. Мама, а напомни это. Мама, а как было то? И вот она вспоминает, а мы рты раскрываем. А мы даже и не знали этого, что так было в нашей семье. Это интересно вспоминать какие-то вещи, которые в прошлом вот они прошли. И апостол Павел говорит, это и есть воспоминание. Я, говорит, воспоминаю. И для него это была радость вспоминать о филиппийской церкви. Братья и сестры, я хочу поделиться благословениями, радостью, воспоминания, позволения Божьего жить в поместной церкви. Бог позволил мне, моей семье приобщиться к этой церкви. Одно из первых воспоминаний моих, которых я ярко запомнил. Я приезжал сюда и не успел на похороны папы. Ну, пробыл здесь около месяца. Первое мое посещение Америки. Побыл в церкви. С Сергеем Петровичем побыл. Он меня возил в некоторые места, показывал, знакомил с жизнью здесь. Я еще не знал, буду я здесь или нет. И вот мы собрались уезжать. У нас рейс рано утром. Я собрался уезжать в воскресенье. И мы, как пришли, приехали в аэропорт. Ну, как тогда и было принято, аэрофлотовские самолеты задерживались. И так мы приехали в аэропорт. Все задерживается. Там часов на пять, на шесть отложили. Мы вернулись в церковь на служение. Тогда еще в Демонисе была эта церковь. И к концу собрания, вдруг Сергей Петрович, когда довел собрание, говорит, знаете, братья и сестры, почему Игорь не улетел? Потому что мы, говорит, не благословили его. Благословили его. Это подразумевалось в то время. И сейчас, наверное, это материальное служение сделать. И те, кто приезжали тогда, нуждались были многие. Церковь ставила тарелку, делали пожертвования и давали. И так со мной тогда поступили. И это было для меня очень дорого, очень приятно. Но запомнилось мне это, как воспитание церкви благословлять других. Благословлять других. Вы понимаете, это удивительно, что мы, живя на земле, как церковь, можем дарить свое благословение других. Это же прямо слова Христа, которые церковь выполняет. Благословляйте. Помните это слово. Одно из больших благословений для меня и для моей семьи, это было, что нас заметили, когда мы приехали жить, и попросили нести служение в церкви. Для меня тогда это было очень важно. Я приехал унывающий, плачущий, думающий, что надо вернуться, страдающий в сердце своем, как же так, та церковь, где мы жили, уехала оттуда и так далее. Все это, наверное, присуще вам, что вы пережили в большинстве своем. И церковь предложила участие в служении. Мне участие среди молодежи. Я помню, как брат Андрюшенко Григорий, он даже передавал мне это служение. И мы в одном из лагерей молодежных были, тогда на океане он ходил, меня оставлял. Я говорю, вот так, вот так, не вздумай в воскресенье работать. Здесь в Америке первое, что захотят тебя на работу устроить в воскресенье. Не Григорий, помню эти наставления. Слава Богу, вот такая передача служения, она была. Братья заметили, приобщили к служению. Ну, моя Лена, вы знаете, играла все это время в хору. Вы знаете, это очень важно, быть вовлеченным в служение, потому что Библия говорит, это благословение и для себя, потому что ты используешь свои дарования, и для поместной церкви. Мы все через служение друг друга назидаем друг друга и этим приносим славу Богу, потому что он использует дарования. Дарования, или мы используем дарования, которые Господь нам дал. Это важный момент. Я очень благодарен братьям, когда несли служение в то время, что пригласили нас для участия в служении, и мы занимались этим служением в поместной церкви, будучи благословлены этим. Вы знаете, поместная церковь, я вырос в большой церкви, в Алматинской церкви. Для меня неудивительно быть в большой церкви, тысячной примерно, это всегда моя юность прошла, хотя впоследствии в Благовещенске это была маленькая церковь у нас, до двухсот человек. И я знал, что всегда в большой церкви люди все равно круг свой организовывают. Невозможно близко дружить со всей церковью. Я помню даже тогда, когда мы приехали, я не запомнил, какими мы по списку были, но такое, ну, сказать, размышление, ропоток был. Надо же, церковь увеличивается. А мы, когда начинали, вот мы всегда так общение имели, мы в воскресенье оставались, обедали друг с другом. Мне кажется, сегодня тоже обедать будет. Я не знаю, как можно всем пообедать вместе. Все равно часть людей уйдут. Но когда маленькая, вот эта особенность, более теплые, близкие отношения. Но когда большая церковь, люди находят в себе просто круг общения. Вы знаете, мы, в моей семье, были благословлены тем, что в этой церкви мы нашли себе хороший круг общения. Примерно пять лет, как я уже не в этой церкви, и вы послали меня служить в другую церковь, то мы продолжаем с этими друзьями общаться, собираться, молиться друг за друга. Это очень удивительно, что Господь позволил нам быть благословенными кругом друзей, которые вникали в наши нужды, в наши переживания. Мы вместе молились, плакали, радовались, день рождения праздновали, разные вещи делали. И это было большое благословение, найти людей в поместной церкви, которые более ближе к тебе, чем просто в фойе сказать привет и до свидания. И в этой церкви это есть, это присущее. Конечно, если вы найдете сами себе и захотите быть дружелюбными, то вы найдете таких людей в поместной церкви. Вы знаете, поместная церковь, она принесла большое благословение в жизни моей семьи. Мы, как и любая семья, проходили определенные трудности в нашей жизни, были переживания большие, были из-за детей переживания. И церковь очень сильно молилась за нас. Мы были открытыми, чтобы поделиться со служителями, с церковью, своими переживаниями. И очень много молитв было вознесено, и они были, главное, услышаны Богом, а еще главнее, они были отвечены, эти молитвы, ваши молитвы. И мы огромное благословение в церкви имели через молитвенную поддержку вот нашей семьи. И мы этому рады, чтобы Господь давал нам вот это, найти эту семью, церковь спасения, где мы получили ободрение, утешение и заботу такую для нас молитвенную, когда вся церковь поддерживала нас. Вы знаете, может быть, это проходят годы, и мы начинаем думать об этом, что в чем это благословение для нас по местной церкви. Но я считаю, что это огромное благословение, может быть, это частью того, что брат Александр стихотворение прочитал, что в этой церкви происходит благодатная передача спасительной веры. Благодатная передача спасительной веры. Иногда так и было, это уже при мне в молодежи, когда некоторые стали посещать американские церкви, как бы, мы не знаем точно мотивов иногда, может быть, языка, может быть, что-то в сердце происходит. Но вот этот вопрос, который мы задавали, а ты где нашел спасение? В этой поместной церкви. Мои дочери были крещены в этой церкви, они уверовали в Господа Иисуса Христа в этой церкви, они получили это благословение приобщиться к евангельской спасительной вести, которую вот здесь они слышали, я не знаю, сколько за этих примерно 15 лет. Это то, что происходило с этой кафедры. Те проповеди, которые произносились, они формировали, они дали благословение теперь уже моему потомству, нашему потомству, нашей семье, даруя им рождение свыше и желание заключить завет с Господом. Я считаю, что это огромное благословение этой поместной церкви, что она эту благую весть несет для того, чтобы люди могли принимать Господа своим спасителем и посвящать свою жизнь ему. Я очень благодарен Богу за служителей церкви, которые были и есть в этой церкви. Я удивляюсь, конечно, не знаю, как это так происходит. Сегодня брат Андрей говорит, я прошу прощения у вас, но по логике надо простить, не правда ли? А вы молчите, сидите. Давайте встанем и скажем, прощаем. Давайте встанем и скажем, прощаем, брат Андрей, прощаем. Можете добавить, любим тебя, любим тебя, садитесь, да. Ну, это правильно, простить нужно, когда мы просим прощения, если другой ушел и не знает, а простил, не простил. Брат Андрей, тебя церковь простила, хотя я уверен, они не знают никаких грехов, в чем ты каялся, только ты сам знаешь, но они простили, и это радость, это большое благословение. Вы знаете, поместная церковь, я вот именно смотря со стороны теперь, как бы ворачиваясь назад, действительно помню этот путь, Бог благословил служителями в поместной церкви. Я лично пережил много духовного попечения, новое слово, которое говорят, душепопечения, вот нету, может быть мало, не знаю, кто что вкладывает в это слово, какое значение вкладывает, но я лично пережил огромное духовное попечение, и это было и обличение, что очень важно, это было наставление, Игорь, не надо так делать, вот так, ты с молодежью трудишься, не все вот то, что ты хочешь, вот так нужно и так далее. Мы друг другу помогаем, служители помогали нам формировать нас. Вы знаете, это очень важный вопрос, потому что мы должны были бы задать этот вопрос, или он остается вопрос, почему мы те, кто мы есть сегодня? Почему церковь спасения вот такая, какая она есть сегодня? А что было бы, если бы? А если бы то было бы? А если бы это было бы? Что было бы с нашей церкви? Мы не знаем. Поэтому это важные моменты, осмысливать это. И я осмысливаю, я очень благодарен Богу, что он поставлял служителей в церкви, которые проявляли попечение, заботу. Я сейчас говорю, в частности, ко мне я это впрямую ощутил. И я благодарен Богу за это, что были братья, которые могли наставлять, поправлять, обличать, и заботясь о мне, о моей семье, или о нашей церкви, если теперь в общем говорить, могли молиться за нас. Я очень благодарен Богу, что церковь имеет очень удивительное направление. Направление, как апостол Павел однажды говорит, у меня, говорит, забота о всех церквях. Я помню эти разговоры всегда, когда объединение стало совершаться, вот Данил Иванович был в истоках этого объединения, и стали думать, как бы объединиться. А в помехственных церквях всегда есть братья, которые, они больше пресвятеров рассуждают, они думают, как бы пресвятера не ошиблись, надо им подсказать, чтобы они все правильнее делали. И тогда говорили, зачем нам это объединение? Кому оно нужно? Давайте мы своей церковью. Но вы знаете, Бог положил в поместной церкви заботу о других церквях. Я даже думаю, что сегодня объединение наше, которое благословенное, имеет, оно имеет влияние, огромное влияние поместной церкви. Господь благословляет поместную церковь, не только материальным пожертвованиями в наше объединение, а именно вот этой духовной заботой. Братья, давайте так, давайте будем так. Только вспомните, благодаря этому объединению, сколько, я бы так сказал условно, слез вот сюда выкопало в молитвах покаяния, в этом только доме молитвы. Это благодаря тому, что объединение есть. Церковь наша, ваша, она всегда была открыта, чтобы принимать разные конференции. Я особенно впечатлен всеми этими молодежными конференциями, сколько слез здесь было пролито, сколько этих схлипываний, содрагиваний, когда стоишь рядом с молодыми девчатами, мальчишками, и они каются. Это благословение поместной церкви, которое открыло свое сердце, чтобы иметь общение с другими церквями. И это действительно большое благословение. Поэтому, вспоминая это, я хочу вместе с вами радоваться. Радоваться Богу, который это сделал. Радоваться тому пути, которым он вел поместную церковь, и она была благословлена этим. Можно многое другое вспоминать, но невозможно все вспомнить. Апостол Павел в этом послании филиппийцам, он с 9 по 11 стих говорит, «В его сердце, я, говорит, молюсь, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». День Христов скоро, братья и сестры. Это весть, которая должна всегда звучать. Скоро, очень скоро. И особенно в нашей ситуации, в которой мы живем, увеличение греха, беззакония, которое есть в этом мире, или события, которые так резко, быстро, по крупным масштабам совершаются, мы говорим, скоро День Христов. Апостол Павел говорит, «Я молюсь о церкви, чтобы она была готова к Дню Христову». Я уверен, служители по местной церкви молятся об этом, чтобы церковь была готова. Она, чтобы была готова, не просто, как мы иногда говорим, вот это выражение, оказаться бы, даже если у порога, там небесного дома, а здесь написано, «Преисполненная плодов праведности» – это молитва служителей церкви об этом. Но я хочу оставить пожелание, и оно здесь есть на будущую, на будущую жизнь церкви. Апостол Павел так делал, и он говорил, что «Я молюсь», он хвалил церковь, радовался церкви, и он наставление давал церкви. И в 1 главе 27 стихом он говорит такие слова, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне придумали, или увижу вас, или не приду, то дослышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Что вы стоите в одном духе, вы знаете, это нелегко стоять в одном духе, как я уже приводил пример. Некоторые могут даже просто из-за лавочек или стульев поделить какие-то свои отношения между собою, избрать другую церковь. А апостол Павел говорит, наставляет церковь, живите в одном духе, живите единодушно. Это есть свидетельство правильного восприятия благой вести. Я принял благую весть, и я живу вместе с другими братьями и сестрами, дружно живу. Это нелегко. Жить дружно. Дружно это не пропишешь просто правилами. Давайте дружить, братья и сестры. Или давайте любить друг друга. Просто правилами не пропишешь. Когда церковь живет дружно, это признак живых отношений с Господом Иисусом Христом. Потому что во втором послании апостол Павел, когда говорит об этом, он говорит, у вас должны быть те же чувствования. Чувствования это не правила, это не законы. Это внутренняя жизнь, это пульс, это душа, это понимание, это просто весь я, вот он я здесь. У вас, говорит, должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Вы представляете, живая церковь, это она переносит, имитирует эти живые отношения Иисуса Христа с Отцом в свою личную жизнь. Она просто живет этой жизнью. Чувства Христа, они переданы в ее жизнь. Поэтому она может жить единодушно. Она может жить по благой вести в едином духе, совершая служение свое. Это нелегко, потому что остается наша плоть, она борется, она воюет, она друг с другом воюет, она со служителями воюет, мужья с женами, жены воюют, дети воюют с родителями, верующие я имею в виду. Плоть, потому что есть. А Господь учит нас через апостола Павла, и Он говорит, ну смотрите на Христа, посмотрите на Христа, что Он сделал, чтобы остаться вот этим живым в своих отношениях с Богом Отцом. Он тоже был искушенным, чтобы потерять эти отношения с Отцом, живые отношения с Отцом. Сатана все силы приложил, и после сорока дней его искушения в пустыне приступил к нему, и искушал его непослушанием своему Отцу. И если бы только хоть один раз Сын Божий не послушался своего Отца, нашего спасения нам никогда не видать бы. И Он учит на основании этого, и говорит, посмотрите на Иисуса Христа, чтобы быть в единых отношениях с Отцом. Он уничижил самого себя, и Он смирил самого себя. И говорит, даже добавляет так, что Ему умереть пришлось в этом смирении и в этом уничижении, чтобы только остаться послушным своему Отцу, чтобы не разорвать своих отношений с Отцом. Он показывает эту духовную борьбу. Апостол Павел в этом послании филиппинцам радуется церкви, говорит, я всегда, когда вспоминаю вас радостью, но я боюсь, чтобы вдруг Сатана не пришел со своим искушением разделить вас, разорвать вас. Потому что церковь ничем другим не связана, как вот этими взаимными узами любви, единством. Почему в банке стараются церкви не давать займ, когда дом молитвы там строят, покупают? Потому что мир знает, церковь сегодня есть вместе, а завтра разделилась. Кто рассчитываться будет? Разошлись люди, некому рассчитываться за займ, который в банке берут. Поэтому церковь, это живые отношения, и за них нужно бороться, за них нужно стоять. Я хочу вам оставить это же пожелание впоследствии. Даже, может быть, и действительно я слышал где-то краем уха, что дом молитвы вы собираетесь строиться. Да дай Бог вам не разорвать этих отношений, дай Бог вам не поссориться, дай Бог вас, по примеру, Иисуса Христа, вот это дело благовестия, остаться в том, чем апостол Павел говорит. Живите достойно благовествования. Апостол Павел, что ты имеешь в виду достойно благовествования? И он вкладывает смысл в это благовествование, он говорит, я хочу слышать, если я еще раз посещу вас, я хочу увидеть, что хочешь ты видеть, апостол Павел, в церкви филиппийца, в церкви Иисуса Христа, что вы стоите в одном духе, что вы подвизаетесь единодушно за веру Евангелие. Пусть Господь вас благословит. И дальше, весь путь в церкви, сколько Господь позволит жить на этой земле, долго ли, король ли, никто не знает, чтобы действительно вот это пожелание, которое я хочу оставить по местной церкви, жить достойно благовествования. Да благословит вас Господь. Аминь. Братья подготовили небольшую видеопрезентацию вот для нас сегодня к этому собранию. И сейчас мы посмотрим эти кадры, особенно те фотографии, которые там мы можем увидеть. Пожалуйста. Дождь. Великое благословение, посылаемое Богом на землю. Каждую минуту на землю падает 900 миллионов тонн воды. Вода необходима для жизни на земле. Так Бог сотворил эту землю. Так Бог устроил жизнь. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии? Чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец? Штат Вашингтон называется Вечно Зеленым Штатом. Причина этому – дождь. В этом месте создается эффект дождевой тени. Морские воздушные массы оставляют всю влагу на западных склонах каскадных гор, что способствует бурному росту растительности, более характерной для тропического климата. В лесах штата Вашингтон растут вечно зеленые деревья, и обильные травы и кустарники остаются зелеными круглый год. Пророк Иезекииль говорит «Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь буду не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения». Вот уже 25 лет дожди Божьего благословения изливаются на церковь, которая расположена в Вечно Зеленом Штате Вашингтон. Ее название «Церковь Спасения». Это история начала, роста и развития церкви в результате обильных дождей Божьей благодати. Евангельские христиане и баптисты остаются верны заповеди Господа Иисуса Христа о крещении. И мы каждый год совершаем крещение, потому что считаем, что это заповедь, которую сам Христос оставил. Священное Писание ясно говорит, что крещение это обещание Богу доброй совести. Когда человек принимает Господа верою, желает заключить завет с ним вступить в поместную церковь, он совершает эту заповедь путем полного погружения. И для нас, христиан, это очень важная заповедь. Это обещание Богу, когда мы даем этот обед, что мы будем служить Ему, посвятим Ему свою жизнь. Этим самым мы указываем, что мы уже крещены в тело Иисуса Христа, мы умерли для греха и воскресли для новой жизни с Господом. Верующему человеку очень важно крещение принять, потому что это заповедь Господня, Господне повеление, потому что через крещение верующий человек вступает в завет с Господом. Это равносильно, как молодые люди вступают в брак, в бракосочетание, а завет Господь с своей стороны на кресте нам доказал, а мы Ему верность свою обещаем через принятие святого водного крещения. Поэтому это очень важно и благословение для каждого христианина. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. сегодня небо славит нашего Господа. Сегодня Ему звучит хвала там, на небе. И Бог хочет, чтобы наша жизнь, она была тоже славою Его имени. мы все виновны в том грехе, который совершил Адам. Нет ни одного человека, который бы сказал «Я не виновен». на Голгофе в центре земли, где к печальной горе прикасаются звезды, где струится из ран большей крови ручьи. Что еще поднести я могу тебе, Боже, затаили свой ход миростанечества Христос благодарил Отца, что дал Ему честь и право искупить весь мир. Мы сразу приехали сюда, в Америку, мы сразу как бы пришли в эту церковь и не знаю, она стала сразу родной моей церкви. Мы вместе с молодежью несли служение и как-то я сразу влилась и в этой церкви и осталась. Здесь, в этой церкви я встретил свою супругу, здесь все дети родились, поэтому это родная церковь для меня. Чтобы Бог благословил всех нас, чтобы мы все имели страх Божий, старались указать Бога во всем и помогали друг другу в церкви. Не так давно, несколько лет назад так вот получилось, что работу потерял, и вот приходили братья и сестры и домой приезжали, так вот вместе и молились, и было такое вот особенное благословение. Для меня это еще раз показало, что действительно наша церковь дружная, вот переживает, и я именно это ощутил, моя семья это ощутили. Переживали мы за детей еще с Украины, из Руси, куда выезжали, куда мы едем, как дети будут, будут ли они с Господом, это самое большее переживание было. Мы не думали о никаком служении, ничего, уже я думал, что закончилось мое служение там, в Руси, вот, а здесь вот хотелось, чтобы дети были с Господом. Ну, я когда первый раз мы пришли в церковь, я услышала пение хора, и мне очень-очень как-то это вот запало в душу, и появилось такое огромное желание петь в этом хоре. Я смотрю, действительно, церковь хорошая, прекрасная, много служений, хоров, вот, и мое пожелание, чтобы в нас не возникли мы, что-то мы сделали. И как-то так получилось, где-то в 2000 году нас приехал посетить Андрей Павлович. Я сидел, слушал его проповеди, думаю, вот если бы он в нашей церкви был, то есть во второй славянской, но Богу было видно так угодно, чтобы не он к нам, а я к нему. Ну, я хотела бы пожелать, чтобы члены нашей церкви еще больше любили друг друга и ценили. Ценили, вот переживали и радовались все вместе. Ощущение действия Духа Святого именно над моим сердцем. Вот и Наташа разговаривали, согласилась с тем, что Господь нас так по-особенному посетил в этом собрании, мы поняли, что по-другому просто не должно быть, мы должны быть здесь. Соответственно, чтобы вот здесь, где мы живем, чтобы наша церковь как-то больше развивать служение евангелизации вот, среди людей, которые нас окружают, я думаю, что это стремление каждого человека, каждого верующего, свидетельство о Иисусе Христе, это очень важно. Когда я был рукоположен на пресвитера, что у нас была хорошая группа братьев-пресвитеров, это был действительно вот такой совет, который был крепким, который был сильным, и много было советов, много было помощи, в этом, конечно, была хорошая поддержка. Господь дал моему мужу много талантов, и, конечно, мое желание, и Божье желание, чтобы он найти таланты, отдавал церкви. Есть в нашей церкви как стратегия, она определяется тремя простыми словами. Это верить, это расти и служить. Эти три слова, они как бы охватывают все направления в церкви. то есть наша церковь, она призвана, чтобы приводить людей к вере, чтобы люди приходили и каялись, она призвана, чтобы люди могли духовно вырастать здесь, и чтобы люди находили здесь служение. Вот эти три направления, они как бы помогают нам правильно фокусироваться и видеть, и смотреть, что нужно конкретному человеку, потому что в этом наше служение пастырства, видеть человека, видеть его нужду, и духовно помочь ему достигнуть то, что хотел бы от него Господь. Церковь должна остаться церковью. Это самое главное наше желание и стремление, чтобы церковь не перестала быть церковью, телом Христовым. И Бог нам помогает в этом, мы верим, что будем двигаться дальше, несмотря ни на что, церковь спасения, она останется церковью. Это будет церковь спасения. Я знаю, Господа, Господа, за эти 25 лет по местной церкви было больше 25 крещений. За 25 лет спасения в этой церкви было крещено 455 человек. Из этих 455, 253 в настоящее время являются членами церкви. Остальные есть те, кто ушли в мир. Это наша боль, это наше переживание, это наши молитвы. Из тех, кто уехали в другие церкви, в другие города и несут служение там. Мы не можем сегодня пригласить сюда все 253, которые являются членами церкви. Заповедь крещения, это тоже результат, это плод, плод жизни церкви. Поэтому мы решили вот сегодня, сейчас сюда пригласить по одному человеку из тех, которые принимали крещение за каждый год. Для того, чтобы мы вместе могли совершить молитву благодарности Господу за эти 25 лет, за эти благословения. Мы сейчас все вместе будем петь этот замечательный гимн «Буду жить под защитой твоих крыл». В это время будет наше материальное служение. И также за это время я прошу, чтобы вот сюда вперед прошли эти братья и сестры, которые являются членами церкви, которые каждый из них в свое время здесь, в поместной церкви, принимал крещение. Пожалуйста, будем петь. Субтитры создавал DimaTorzok «Буду жить под защитой твоей буду жить небожьим день. Ночь настанет, и я не упорю, когда я под защитой твоей буду жить. Под защитой твоей буду жить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Да, Господь Твоим, я подвоюсь в руках. Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей, не склонят меня позабыть. Что под мой меня искучили страстей любви, он хотел искупить. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покою с другом. От сердца скажу для меня жизнь Христос, и в нем мой всесильный обод. Смелый огнем, ты с кашели и слез сменял. Он с любовью потрет и со мной. Да, Господь! Господь волевал, я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю тогда, Лишь я сердце найду, покой у тебя на груди. Ты со мной, да, Господь, в Твоих я покою с другом. В Твоих я покою с другом. За эти 25 лет были не только проповеди, были не только крещения, было много молитв, и большим благословением для поместной церкви были братья и сестры пожилые, которые молились за церковь. Это большое благословение за то, что в церкви есть основание, есть фундамент, есть те, кто молятся за церковь. Большая благодарность вам, братья и сестры. Продолжайте молиться за церкви, чтобы Господь и дальше благословлял поместную церковь. Субтитры подогнал Игорь Негода ПЕСНЯ 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 торжеством. Прошли годы, 25 лет, юбилейный год. Для меня это тоже немаловажная дата, потому что я был свидетелем всего развития Церкви Спасения с самого начала и до сих пор. Я очень рад, что сегодня Церковь так выросла. Если сравнить Церковь Спасения с большим деревом, когда-то это был просто росточек из сухой земли. Кто помнит эти годы, когда это начиналось? Мы даже, вы знаете, мы не знали, с чего начинать. У нас не было ни устава, ни вероучения. Съехались мы с разных мест, совершенно разные люди, с разными понятиями, с разными принципами. Все надо было объединять в какую-то маленькую хотя бы церковь. Это был большой труд для того, чтобы церковь начала существовать. Я помню, когда мы говорили о том, как назвать церковь, то Сергей Петрович сказал, давайте назовем Церковь Спасения. Это его имя, которое он присвоил для поместной церкви. Он предложил. Поэтому мы занимались весьма в тяжелых, трудных условиях, потому что мы были люди, приехавшие со всех стран тогда еще Советского Союза. Я сегодня хочу, братья и сестры, сказать, что торжество, конечно, которое налицо сегодня, это говорит о том, что Господь наш Иисус Христос употребил всех нас, служителей в том числе, чтобы вот как написано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Так вот, как раз он использовал нас, сделать такую радость, такой радостный день, который бы действительно был днем благодарности нашему Господу, и чтобы действительно слава приписана была только Ему. Я вот назову одно местописание, это из 11 главы 36 стих послания к римлянам. Ибо все из Него, и мы к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Вы представляете, что мы тут ничего не значим? Вы видите свое место здесь? Мы ничего не знаем. Мы просто рабы, ничего не стоящие, которые в свое время выполняли то, что надо было сделать. Все остальное делал наш Господь. Так вот, я хочу, друзья мои, продолжить тему нашего юбилея именно вот с какой стороны. Я хочу прочесть одно местописание, которое записано в Деянии апостолов. Это 17 глава, и вы все хорошо знаете это местописание. Написано от одной крови, он произвел весь род человеческий, для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Братья и сестры, вот все, о чем мы говорили. Церковь спасения прожила годы, эти были годы духовного роста детей Божьих. Это было действительно, может быть, годы, когда многие больные грехом души находили здесь хорошую клинику и госпиталь, где они лечились и стали здоровыми. Это время тоже было пережито церковью. Множество сказанных проповедей были для утверждения веры всех верующих, всех нас. И по интернету сейчас, и вы всегда наглядно, так сказать, представляете слушателей этой церкви. Сколько было сказано, как брат сказал, более четырех тысяч проповедей. Это говорит о том, что сколько Господь поработал над нами, чтобы утверждать нас в вере. И вот эта торжественность, в этом заключается, что приписываема эта сила не нам, а Богу, что действительно Он столько много делал через нас, слава Ему. Поэтому наша сегодня молитва благодарности за то, что Он использовал нас для этой цели, служителей, всю церковь, каждого члена в отдельности, друзья. В церкви вырастали многие служители, и действительно церковь благословенна тем, что здесь многие служители, которые вырастали, возрастали и начинали свое служение. Многие обращались души к Господу. Мы вот были свидетелями сейчас молитвы над теми, кто крестился в церкви. Дальше пополнялась численность, и происходили очень многие другие преобразования. Мы переживали и переживаем эти благословения. И я скажу, братья и сестры, слава Богу, что мы переживаем эти благословения. Ведь не все переживают те благословения, как вы переживаете. Слава Богу, у вас есть молитвенный дом, у вас есть прекрасный состав служителей, да и церковь многолюдная. Я только единственное хочу сейчас обратить внимание, когда буду говорить на тему, которую я избрал, что в нашем собрании, наверное, молодежь еще в кровати была, когда вы собирались. В основном возраст другой, за исключением некоторого числа молодежи. Вы знаете, почему это? Потому что мы их не приучили. Когда-то мне приходилось на Востоке быть в союзе менонитов. Вы знаете, в 7 часов мы уже все за столом, даже грудные дети. Никто не в кровати. Все на молитве, утренней молитве за столом. Привыкли дети, и эта привычка, куда я не ездил. Я сейчас штатов 15 проехал. Во всех этих штатах, всюду в 7 часов подъем, все дети за столом читают Библию и молятся. Надо приучить своих детей, чтобы они были всегда с нами. Потому что, вот возьмите, вы сидите здесь, молодежи как-то не хватает нам. А ведь молодежь – это та энергия церкви, которая должна двигать церковь, которая должна действительно быть впереди во всех вопросах евангелизации, служения и так дальше. А она отсутствует. Почему? Какой-то есть у нас недостаток. Я вот хотел обратить внимание, как мы используем время, свое время, которое нам дано. И хочу вот возвратиться к тому месту Писания, которое мы прочли, что от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Вы, наверное, заметили, вот этой деятельности, которая у нас есть, и которая сегодня нас радует, которая действительно является для нас благословением, ее здесь не видно в этом описании. А что здесь вот главное? Для какой цели нас Бог призвал, для какой цели Он нас произвел на белый свет, будем говорить, для какой цели? Здесь отдельно выразено, чтобы они искали Бога. Это невидимое такое занятие, искать Бога, братья и сестры. Во-первых, и сказал, что для этой цели Он предопределил времена. Не время просто, а времена. Я хочу обратить внимание на это. Дабы они искали Бога. До какой поры, пока они ощутят. И в этом ощущении искания Бога, они должны найти Его. Вот если мы говорим о какой-то деятельности церкви, это здесь не имеется в виду. Умеется в виду что-то другое. Глубже, вот если представить церковь большим деревом, то если на ней прекрасные плоды, замечательные плоды, нужно видеть, что значение всему этому где-то не там, не на ветках, а в корне. Где-то должен быть корень найден. Почему эти благословения вот видимы? Потому что, как видите, здесь говорится, что главное, для чего мы родились, для чего мы созданы, чтобы мы искали Бога и искали до той поры, пока ощущаем. Друзья, братья и сестры, вот я, например, сейчас, что из того видимого, что произошло, братья говорят, что некоторые, кого крестили, их нет здесь только потому, что они в мире. Мы, наверное, крестили людей, которые не нашли Бога, не искали Бога. Искать Бога нужно до той поры, пока я вот ощущу Его, что Он со мной, что Он в моей душе, что я живу Им, что Он мой, я во Христе, я живу Словом. Вот когда Андрей Павлович читал вот это местописание, 8 глава и со 2 стиха автора закония, Он говорил, для какой цели Бог вел его по пустыне, в страданиях, потом и благословение было. И все, что было, одна была цель, чтобы они искали Бога и нашли. Одна была цель, Он учил их, как отец, как отец, как человек, учит сына своего, братья и сестры. Вот это все наши плоды, вот это все, что мы занимались, это наши уроки, которые преподавал нам Бог, чтобы мы учились и могли Его ощутить, вот что Он с нами. Самое главное, братья и сестры, если мы не дойдем до той поры, что не будем ощущать, что Бог с нами, каждую минуту, каждую секунду мы живем им, движемся и существуем, мы не тем занимаемся и не так проводим время, как нам предопределено. Поверьте, я искренне говорю, что самое главное, надо, чтобы я чувствовал, что Бог со мной. Вот моя главная цель. И чувствовал, мало того, я должен искать до того, чтобы знал, как здесь написано, искали, не ощутят ли Его и не найдут ли. То есть надо найти вот этот корень, живительный корень, на котором растут все эти прекрасные благословенные плоды. И это нужно учесть, что Бог нам предопредил время. И вот я хочу сказать о первом времени. Это время детства. Это время детства, которое нам тоже должно. Это времена нашей жизни. Детство, отрочество, юность и старость. Или же зрелый возраст. Таким образом, эти времена нужно использовать правильно, так как Господь говорит, так как Слово Божие говорит. Посмотрите, один из замечательных, известных людей в России сказал так. Правильное воспитание – это наша счастливая старость. Плохое воспитание – это наше будущее горе. Это наши слезы, это наша вина пред другими людьми. Вот упустите вы вот это время, чтобы ваш ребенок не искал Бога, вот что будет в конце. В результате в нашей жизни что произойдет. Поэтому надо использовать детство наших детей для того, чтобы наша старость была счастлива. Для того, чтобы мы действительно нашли вот благословение в нашей семье. Значит, надо заботиться о детстве. Послушайте, когда говорится о том, что Господь, когда возрастал, что было главным для Него. Во-первых, там видно, что вот Луки 2,52 говорит. Иисус же преуспевал при мудрости в возрасте и в любви у Бога и человеку. Братья и сестры. Не достает у детей мудрости. Первое. Родители в ответе. Родители обязаны, чтобы действительно, как Соломон начинает свои притчи и говорит, для чего. Эти притчи он составил, чтобы действительно юноша нашел разумение. Юноша нашел Бога и так дальше. Надо с самого детства прививать знания Писания. Я где-то веду библейский класс. Вы знаете, я вот уже полгода занимаюсь со своими друзьями, это молодежь. И у них не хватило старания, чтобы выучить книги Библии по порядку вот за полгода. Представьте, какая память у людей. Какое старание. Родители не контролируются. Родителям все равно. В библейский класс пошел ребенок, ладно, а что он там делает, их не интересует. Тщательное воспитание ребенка необходимо. И вот один из замечательных людей произнес такую фразу. Родительский контроль над каждым своим шагом. Это не детским шагом, а нашим шагом. Родительский контроль над каждым своим шагом. Вот первый и самый главный метод воспитания. Когда родители дают пример детям, вот тут самый главный метод воспитания. Сами читают, дети с ними читают, и Слово Божье знают с самого детства. Но если родители не занимаются, дети не занимаются, детство упущено. Почему мы плачем в старости? Может, мы тоже время... Бог учит нас. Да, Он учил, Он показывает, что мы упустили детство. Детство своих детей. Вот я хотел бы на это, братья и сестры, обратить внимание, что у Бога в данное время Он предопределил нам, чтобы мы детство использовали как детство не для игры, не для каких-то кукол, а для занятий, чтобы они знали Слово Божье, повиновались и учились. И так говорит, друзья, Писание, что пишу вам, дети, пишу вам детям, потому что они должны быть тоже во внимании. Пишет Писание детям. Отдельно Иоанн говорит об этом. Друзья мои, потом говорится о том, что пишу вам отроки, чтобы они познали отца. Братья и сестры, обратите внимание на вот это выражение, которое здесь стоит, чтобы они познали отца. Видимо, у отроков не хватает покорности отцу. Видимо, он не знает пути к отцовству, он не знает цены отцовства, важности отцовства. Поэтому Писание говорит, пишу вам отроки, чтобы вы познали отца. Если они познают в этом возрасте, после детства, после детства, о котором я уже немножко говорил, если они познают отца, они будут уважать отца земного, они будут почитать отца, и будет послушание в семье. Почему? Когда мы упускаем детство. Пока мы упускаем вот этот воспитательный период отрочества, потому наши отроки не познали, не ощутили и не идут по этому пути. Друзья мои, я хотел бы, чтобы наш юбилей, это был временем перемены мышления о детстве наших ребят, о отрочестве наших ребят и о их жизни, нормальной жизни, которую они должны вести. Что это не просто они должны расти под опекой воскресной школы или там, может быть, церковных, молодежных, а чтобы родители занимались с ними так, чтобы они знали Писание, чтобы они познавали Небесного Отца, и от этого будет нам польза, они будут слушать нас. Дальше, братья и сестры, заговориться за юность я имею мало очень времени, я хочу только коротко сказать о юности, что юность тоже дана как время для того, чтобы мы что-то делали. Я думаю, что мы все понимаем, что юность очень ценна, когда юноши в церкви, это наша сила юношей, именно в том и заключается, что слава юноше и сила их, сила их очень нам важна. Это является двигателем. Вот посмотрите, если, допустим, сказать, за Давида и Голиафа выступил такой противник, который страшен был для всего Израиля, но юноша, который в то время еще был, как написано, отроком, восстал против, говорит, и ты идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога Израилева. И посмотрите, что произошло. Отрок Давид поразил такую мощь филистимлян, и в целом победа была за счет юности. Братья и сестры, если мы доверим юности, служения в церкви, их воспитаем до этой поры, чтобы дать им действительно применить плод тот, который действительно плод духа, это будет живая, более живая, чем даже мы ожидаем. Надо думать об этом, чтобы действительно юность двигала, но без опытных, без проживших уже долгое время, когда у них большой опыт веры в церкви не существует. Обязательно должны быть вот эти сочетания энергии, действительно энтузиазма юности с той старостью, которая опытная, которая имеет большой опыт в служении, и поэтому, направляя юность, вот эту силу можно достичь большего. Поэтому, братья и сестры, я буду заканчивать, значит, чем? Что мы должны всегда расти, детство ли, использовать для того, чтобы действительно оно было таким детством, библейским детством. Если отрочество, чтобы оно было библейским отрочеством, мы должны, чтобы юность была, библейская юность, чтобы наши браки заключались, чтобы перед браком жизнь была у молодежи действительно библейская жизнь. И в конце, что касается постарших. Иоанн говорит, что он пишет отцам, потому что они познали сущего и познали безначального. Вы видите разницу, что уже к тому периоду, когда у него седой волос, он действительно очень много познал. И вот ему доступен вот уже вот это ощущение Бога. И он уже пришел к этому периоду, когда он использовал детство, когда он использовал отрочество, юность, он пришел к возрасту действительно познания Бога, почему он и создан. Вот это наша цель жизни, цель нашего юбилея, чтобы наше будущее время мы использовали так по-библейски, чтобы действительно через церковь был более прославлен наш Господь. Как написано, ибо ныне вы сейчас ближе к спасению, нежели когда вы уверовали. То есть мы вот-вот-вот-вот идем, мы вперед, и время не ждет, и мы скоро встретимся с Господом. Нам нужно использовать свою жизнь так рационально, чтобы действительно церковь не только росла числом, но воспитывалась духовно, вырастали наши дети, отроки, юноши. Да и мы росли до такой поры, как вот в послании к Ефесянам Павел говорит, что молится в первой главе Ефесян, в третьей главе он две молитвы совершает о совершенстве Ефесян. Прочтите это дома, вы увидите, как мы далеки от того, что хочет Павел. Я лично, и, может быть, вы найдете себя. Как вы далеко от того, что хотел бы видеть Павел во взрослых людях, в этих отцах, которых он хочет видеть в церкви. Прочтите. Это будет очень важно. Вот мы должны расти по-библейски тоже, все, кто здесь находится, чтобы был прославлен Господь. И вот как мы говорили о том, что все к Нему и все через Него, и таким образом только Ему слава и только Ему честь. Мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы мы поблагодарили Бога за прожитое время. Но вместе с тем я пожелал бы, чтобы мы росли духовно и, может быть, переменили свои мышления и свои перспективы поменяли местами. Может, действительно, наши приоритеты нужно поменять, чтобы достигнуть вечности и быть с Господом. Пусть Ему будет за все слава. Аминь. Будем молиться. Пусть Ему будет за все слава. 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 От юности и до ныне возвещаю чудеса Твои, чудеса Твои. И до старости и на свете не оставишь меня. Боже, ты не отвергнешь меня, не отвергнешь меня, если сила постудеет Твоя. Звучит песня. 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 ПЕСНЯ Господь, прими от нас благодарность вот за это служение, в котором мы вспоминали весь этот путь, в котором мы видели Твои милости и благодать Твою по местной церкви. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в свое время здесь, на этом месте, были дети Божьи, которые собрались и которые молились Тебе, которые приняли это решение, чтобы была поместная церковь. Мы благодарны Тебе за эти годы, за то, что к этой церкви приобщалось много братьев и сестер, которые приезжали сюда с разных мест, которые обращались к Тебе здесь, на этом месте, каялись, принимали крещение. Мы благодарны Тебе за все служения, за самые различные отделы, которые были, которые начинались, которые и до сих пор существуют по местной церкви. Мы благодарны Тебе, Господи, за верные сердца детей Твоих, которые желали служить Тебе, которые посвящали себя на труд Твой. И Ты благословлял, и Ты заботился, и Ты помогал. Мы благодарны, Господи, Тебе за те минуты, когда Ты обличал нас, когда Ты учил нас, когда Ты показывал, что мы неверные, что мы должны меняться. И мы благодарны Тебе за Дух Твой святой, который показывал верный путь, правильный, и помогал идти по этому пути. Мы благодарны Тебе, Господи, потому что все эти 25 лет Ты был милостив к нам, и Ты заботился о церкви. И мы просим Тебя, Господи, вот сегодня, отмечая эту дату, мы просим Тебя, пойди с нами и дальше. И поведи церковь Твою, чтобы то время, которое Ты обозначил, то время, которое Ты по долготерпению своему даруешь этой земле, церковь Твоя могла выполнять служение, чтобы мы выполняли то, что Ты определил для нас. И выполняя это, Господи, дай нам устремляться взорами туда вечность, ожидая пришествия Твоего. Мы знаем, что Ты скоро придешь, и Ты придешь за Своей церковью. Дай, Господи, и нам, чтобы мы достигли этого момента, остались верными Тебе и были восхищены туда, на небеса, для прославления Тебя и для славы Твоей. Благослови, Господи, нас. А мы благодарим Тебя еще раз за это благословение, за это собрание, и просим Тебя с миром Твоим распусти всех нас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божиим еще раз поздравляю всех вас, братья и сестры. Слава Господу.